Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Здравствуйте! Сегодня в выпуске русский классик Лев Толстой, Санкт-Петербург, река Фонтанка, журналист. А еще мы приготовим новогодний подарок футбольному болельщику из ненужного картона. Поехали! Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймем, что воспитывать других мы можем только через себя, воспитывая себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос жизни. Как надо самому жить? Я не знаю ни одного действия воспитания детей, которое не включало бы и воспитание себя. Лев Николаевич Толстой Интересные факты! Протяженность водотоков Санкт-Петербурга – 282 километра. Это 7% всей площади города. Рубрика «Сестра реки Селинга, река Фонтанка». Длина реки – 7 километров. Через реку переброшено 15 мостов. Добрый день, Антон. Расскажите, чем вы занимаетесь? Я работаю журналистом в здании Информ-Полис. Поделитесь вашими самыми успешными интервью. Мне очень понравилось интервью, допустим, с ветераном, который вспоминал войну так, как будто она была вчера. То есть он не заткнулся ни на одной дате, не забыл ни одно событие. Все говорил четко и по делу. Ну, допустим, нравится интервью с какими-то людьми, скажем, более известными. Допустим, Сергей Зверев к нам приезжал. Ну, получилось не так. Конечно, много. Получилось там минут 10, наверное, но было интересно. Потому что такие люди, они, как какие-то инопланетяне, что ли, что с ними, они живут где-то далеко от нас, да, они не видят нашу жизнь, приезжают к нам, сталкиваются с нашими проблемами, с нашим городом, с нашей жизнью. И очень интересно знать их мнение о нашем укладе жизни. Вот я бы так сказал. Как начинающий школьник может достичь вашего уровня в профессии? Какой алгоритм действий? Больше смотреть интервью с какими-то популярными, популярными, доступными, ну, я бы не сказал, блогерами, журналистами, скорее всего. Ну, не знаю, стоит ли школьнику смотреть Познера. Думаю, это очень сложно воспринимать все это. Ну, вот что-то наподобие. Ну, есть же у нас, наверное, я сейчас давно не смотрел, наверное, какие-то детские передачи, где берут интервью у детей, или дети у кого-то берут интервью. Вот как-то смотреть вот такие вот передачи. И наверняка есть курсы какие-то для школьников, журналистов. То есть практиковаться, не бояться, самое главное, не стесняться быть открытым, быть готовым ко всему. И никогда не поворачивать назад. Какие пути решения экологических проблем вам видятся? Ну, экологические проблемы, они начинаются уже, наверное, прежде всего, с человека. Если человек будет следить за собой, начинать надо с себя. Не оставлять мусор, не рубить деревья там, где нельзя их рубить. То есть, ну, и если ты увидел мусор, как бы ты идешь, лежит там фантик, кто-то не попал в урну просто, ну, возни, подбери, убери за кого-то. То есть нельзя это дело игнорировать, проходить мимо. Просто на уровне снятия с телефона, вот кто-то на мусор. Если ты уж обращаешь это внимание, то как-то позаботься о том, чтобы этого не было. Ну, и человек должен... Все, все беды экологические от человека, от жадности, от лени, такие вот пороки, которые... лень донести до мусора до урны и так далее. То есть, человеку нужно начинать с себя. Такой вывод. Какие направления науки требуют... Какие направления науки требуют первоочередного развития в сферах, которыми вы интересуетесь? Так. Ну, экология. Экология. Может быть, археология. Геология. То есть, то, что делает жизнь человека лучше. Ну, допустим, астрономия. Очень интересная. Интересная наука. О том... Наука, которая занимается океанами, я не знаю, как она называется. Изучение подводного мира, изучение космического мира и изучение подземного мира. То есть, то, что нужно искать, то, где еще человек не был. вот такие моменты открытия неизвестного, скажем так. Науки, которые связаны с тем, что еще не открыто. Ну, мало таких, конечно, моментов. Сейчас уже и земли открыты, и планеты открыты, но мировой океан, он изучен там, насколько на? на 3%, на 2%. То есть, на дне океана там еще на дно Марианской впадины, насколько я знаю, еще не опустился никто. Вот если человек туда опустится, посмотрит, что там, делает видео, расскажет, кто там на дне обитает, как он обитает, как живет. Это будет интересно. Вот это нужно развивать. Дайте совет себе, школьнику, если бы была машина времени. Учиться, не лениться, больше читать, больше читать классической литературы, учить английский язык, обязательно. Если нравится какая-то наука, читать дополнительную литературу обязательно. И обязательно сделать акцент на 2-3 предметах, которым ты будешь скажем так, отдавать душу, посвящать себя полностью. Пусть ты не далек, скажем так, от математики или от химии или еще от чего-то, но допустим, можно развиваться тогда в географии, в истории и нужно не только получать знания на уроке, допустим, прошел урок истории, там рассказали про Петра Первого и так далее, но урок истории он так сформирован, по крайней мере в нашей школе, что не все нюансы попадают в эти 45 минут и пишутся в параграфе учебника. нужно пойти в библиотеку, взять энциклопедию и дополнительную литературу и выходить за рамки пройденного. То есть обязательно должен быть какой-то такой предмет, хотя бы один, два, который будет за гранью школьной программы. Задайте самому себе вопрос и сами же на него ответьте. Для чего человек существует? Человек существует для того, чтобы делать мир лучше, но, к сожалению, еще не умеет делать его лучше, наоборот, делает только хуже. И нужно человеку научиться все-таки свое предназначение воплощать в жизнь. И рубрика «Свободный микрофон». Скажите, что вы хотите пожелать нашим зрителям? Нашим зрителям хочу пожелать, ну, раз уж мы говорим об экологии, это прежде всего соблюдать чистоту, беречь нашу природу, беречь наш город, любить нашу родину в том плане, я сейчас не говорю про какие-то политические моменты, а вот именно природу, все ее богатство, все ее окружение. это, наверное, самое главное пожелание. Это был последний вопрос. Спасибо, что вы пришли на встречу, я хочу вас благодарить и подарить вам вот такой магнитик исторических материалов и наклеечку. Спасибо. Начинаем подготовку к Новому году. Сегодня мы будем делать подарок папе или любому другому спортивному фанату в нашей семье. Для этого нам потребуется ненужный картон от упаковки, карандаши простые цветные, циркуль, ножницы, фломастеры, магнитная лента, клей и любая ненужная веревка. Приступаем! Вот такой прикольный фанат у нас получился. Красно-белый всегда будет первым. Всех болельщиков поздравляю с наступающим чемпионатом мира по футболу! итак, сегодня Спартак сток чемпионом и я главный тренер из сотничий год и вообще единственный это Мурат. 1 Мурат. 1 Мурат в Мурат 9 готов что летом 14 4 такое 2 формы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова